Замки Почти 20 лет назад Под руководством Георгия Николаевича Бабакина Была создана новая базовая модель аппарата Она стала родоначальником Семейства Марсов А затем Венер Одни из них Выполнили широкую программу Исследования планет Другие, как Астрон и Гранат Стали космическими обсерваториями Та же модель Стала базой для разработки Век Первых космических зондов Позволивших науке Вблизи рассмотреть Загадочную комету Галлея Пришло время Наука потребовала от промышленности Нового аппарата Специально для исследования Малых тел Вселенной Был нужен новый базовый Перспективный аппарат Способный доставить множество разных приборов К маленькому телу Сблизиться с ним Может быть Опуститься на его поверхность Исследовать Взять пробы грунта На разработку ушли годы Вместе с тем Ученые определили И первый объект Нового эксперимента Загадочный спутник Марса Фобос По пути к нему Намечалась широкая программа Исследования межпланетного пространства Солнца И самого Марса Десятки коллективов Многих министерств Создавали новую станцию Названную Фобос Министерство общего машиностроения Координировало эту громадную работу Фобос должен был стартовать На заслуженном протоне Способном выводить на межпланетную трассу Нагрузку 5 тонн А масса аппарата 6 Поэтому для того, чтобы довывести его Была создана собственная Автономная двигательная установка АДУ АДУ выполняет роль пятой ступени Выводя аппарат на гелиоцентрическую орбиту Направляясь к Марсу Она позволяет проводить коррекции И торможения Конструкторы предусмотрели и возможность Трансформации АДУ От 8 топливных баков для полета к Марсу До 4, чтобы достичь Венеры Первенец нового семейства аппаратов Фобос Был задуман как космический робот Для решения сложных задач Его бортовой управляющий комплекс Способен осуществлять оперативное управление На достаточно высоком интеллектуальном уровне Примерно в 10 раз выросли Емкость памяти бортового радиокомплекса И точность траекторных измерений Для сближения с малыми телами и планетами Был создан комплекс высотомеров Чтобы работать, выполняя сложные эволюции Вблизи небесных тел Фобос оснащен прецизионной двигательной установкой Она позволяет аппарату впервые Проводить микрокоррекции Ложиться в дрейф у небесных тел С ничтожным гравитационным полем Практически здесь все было впервые Хотя стояло на прочном фундаменте опыта И потому так придирчиво были испытания На которые, впрочем, как всегда не хватало времени Человек и машина Эта проблема Всю сложность, которую мы постигали на Земле Теперь во весь рост встала в космосе Ведь у Фобоса Непростая передача команд Как, например, у Венера Здесь идет диалог наземного и бортового компьютеров И беда, если человек исказит смысл беседы Новая машина Значит множество споров Взаимных претензий Проверок, уточнений Их арбитр Государственная комиссия На заседании которой присутствуют представители министерств Предприятий Науки Космодрома Почти полтонны научной аппаратуры Нес каждый Фобос В ее составе еще неизвестные космонавтики зонды Для исследований в условиях малой гравитации Долгоживущая автономная станция ДАС И передвижной зонд На каждой из зондов возлагались свои задачи Исследование характеристик грунта Фобоса Его магнитного и гравитационного полей И многое другое А ДАС Должен был вдобавок не только получить снимки поверхности Фобоса Но и помочь измерениям Солнечной системы Если в делах земных мы можем командовать сроками Ощущать себя властелинами времени То в космосе нами командуют его законы Астрономические сроки пусков Как часто мы забываем об этом И разумеется, не все успеваем О чем потом приходится горько сожалеть Фобос-1 7 июля 1988 года Ученые 12 стран вместе с советскими коллегами Специалисты Европейского космического агентства Создатели Фобоса и Протона Руководители разнообразных служб Приглашенные на космодром Американские военные Все с волнением следили за стартом Фобоса Желали ему удачи 30 секунд Двигательная остановка первой ступени вышла на режим 30 секунд Антенны центра дальней космической связи Начали многомесячную вахту Вступил в работу Новый наземный аппаратно-программный комплекс Созданный для управления Фобосами Земля Начала диалог со станцией 16 июля Управленцы успешно провели первую коррекцию Фобоса-1 Все шло, как говорят, штатно А уже через день Были включены некоторые приборы Солнце всегда интересовало науку И Фобос-1 Нес рентгеновский телескоп Терек Созданный советскими и чехословацкими специалистами За месяц с небольшим Было получено 140 уникальных снимков Солнца В центре дальней космической связи Специально для управления Фобосами Была разработана математическая модель А особый зал Фобосов В котором вскоре сосредоточилось Все управление полетом Построили в ЦУПе Все шло на удивление гладко и спокойно Хотя общение с умными станциями Требовали особых навыков от операторов Нужен был новый опыт А его еще не было И произошло непоправимое Вводя программу в компьютер Оператор пропустил только одну букву Поэтому бортовая ЭВМ Приняла одну команду за другую И перекрыла пневмосистему Аппарат лишился управления Могло ли этого не быть? Специалисты НПО имени Лавочкина Спешно разработали аналоговую модель гибких программ Специальная комиссия провела анализ случившегося Каждый сеанс стал заранее проигрываться На действующем аналоге космического аппарата Все помыслы были сосредоточены на одном Работе и безопасности ФОБОСа-2 Он приближался к Марсу Но 24 января Была отменена коррекция для перехода на орбиту вокруг планеты Остановилась программа бортового управляющего комплекса 25 января Все прошло хорошо Наступала 29-я День, когда решалось все Операции были необратимы Или, или Была разработана и отлажена Специальная программа торможения И передана на борт Четко выполнив ее ФОБОС-2 вышел на околомарсианскую орбиту Стал спутником Красной планеты Первая часть программы была завершена Оставалось самое трудное Сближение с ФОБОСом Его положение баллистики знали В момент старта с точностью в сотни километров Этого очень мало для сближения на десятки метров И потому баллистики Теперь не просто помогали управленцам Но и работали на науку А ФОБОС помогал своими снимками Выбрать район сближения Условия сброса зондов Баллистики и управленцы Перешли на круглосуточную вахту А у ученых Разгорелись аппетиты Ну и то, что я очень хотел бы сказать вам всем Если бы было возможно все-таки дать нам еще одну орбиту до сближения И предоставить нам очень много наблюдений после сближения 28 февраля ФОБОС был переведен на промежуточную орбиту Новые снимки Марса и ФОБОСа Они позволили баллистикам и управленцам Успешно провести аппарат на следующую синхронную орбиту Выполнялась программа полета Устойчиво работали системы аппарата Ученые собирали богатую, уникальную информацию Надежным было управление Опытом которого овладели специалисты С борта ФОБОСа шли в центр все новые снимки Которые с понятным волнением Рассматривали первые в истории зрители Вскоре их увидел весь мир 27 марта в ЦУПе началось совещание Для решения главной проблемы Сближения с ФОБОСом Цель была так близка И вдруг не пришел очередной сигнал От станции Подъем сменился тревожным ожиданием Волнение в ЦУПе достигло предела Последний прощальный сигнал появился на экранах Спустя почти два часа И всего на 12 минут И все кончилось Что случилось там, на борту Почему станция, завершив съемку, не повернулась к земле Ведь только что все было хорошо Опыт, знания, компьютерный анализ Все было брошено на помощь Два месяца продолжалась эта работа О своих предварительных выводах Ученые рассказали на совещании Пригласив и своих коллег И журналистов Были рассмотрены три наиболее вероятные причины аварии Первое Аппарат мог пострадать от ударов метеоритов На орбите спутника Марса Вполне возможны и пыль, и раи метеоритов В океане Вселенной На космический аппарат Обрушиваются потоки плазмы И электромагнитных излучений Под их действием Аппарат может приобрести Немалый электростатический заряд И тогда нарушается А иногда вовсе прекращается Работа системы приборов Это второе Третье Могла выйти из строя Одна из служебных систем аппарата Беды нашей электроники Известны всему миру Достаточно войти в любое телеотелье Но ведь речь не о телевизоре Об уникальной космической станции Она была обязана вынести все Вплоть до мощного влияния солнечных излучений Не вынесла Приборы станции Приборы станции прекрасно зафиксировали солнечные бури Осцилляции Протуберанцы Корональные дыры И многое другое Магнитометры магма Разработанные советскими и австрийскими учеными Дали ценные сведения О составляющих плазмы В окрестностях Марса Важные результаты Важные результаты принесли энергомасс-спектрометры солнечных космических лучей Лет и след Созданные международным коллективом ученых Больше столетия вглядывается земная наука в Марс Такой близкий И такой, как оказалось Не похожий на нашу планету Какой путь прошел он И какой ожидает нашу Землю Понять это помогут И великолепные панорамы Полученные термосканом Тепловая карта Марса Его широкой экваториальной зоны Ее четкость и контрастность Даже выше, чем у телевизионных снимков Они удостоились высочайших оценок ученых всего мира Жаль только, что такой замечательный прибор Был поставлен на станцию буквально в последний момент Наши дела Оценив научные результаты экспедиции Фобосов Ученые многих стран сделали свой выбор И без колебаний подали заявки На участие в будущих советских программах исследований Марса Специалисты НПО Творцы Фобоса Рассказали ученым, что сделано Чтобы новый аппарат стал более надежным Во-первых, в случае потери ориентировки Радиосвязь с аппаратом всегда сохранится Затем установлена дополнительная система ориентации на Солнце Наконец, повышена надежность бортового управляющего комплекса Аппараты, которые отправятся к Марсу в будущем Станут иными В составе таких экспедиций будут и марсоходы И многое другое Но все это только тогда свершится в космосе Когда мы по-новому Организуем всю нашу работу на Земле Солнце Солнце